У тех, кто изучает мои ролики уже не один месяц, скоро будет год, как я вышел в медийное пространство, это уже все давно известно. Совершенно верно. Он летит по прямой и плывет по прямой. А что же он тогда не улетает от земли-то? Так вот в этом-то и вопрос. Если она круглая, почему она не улетает? Объясняю. Теперь по-другому. Представь себе на одну секундочку, что у тебя земля плоская. И самолет у тебя летит над землей. Что же он не улетает туда, а летит вниз? Куда? Ну, в сторону от земли. Пролетел 100 метров и пошел в другую сторону от земли. Ну, что вы такие бестолковые-то? Ужас. Хорошо. Если атмосфера вращается вместе с землей, то есть при вращении земли самолет участвует во вращении земли? Конечно. Мало того, это очевидно. Если ты летишь, вот как я летел в Заполярье, значит, если я вылетаю в Заполярье отсюда, то у меня время уменьшается. То есть я прилетаю туда рано. А если я из Заполярье лечу в Москву, то я прилетаю в одно и то же время. Ну, это же простые вещи. Ну, хорошо. Атмосфера вращается вместе с землей против часовой стрелки. Правильно? Ну, понимаете, вот что считать почасовое, что против часовой, это все точка отсчета. Это поофициально. Хорошо. Туда мы сможем полететь, потому что самолет участвует во вращении земли. Как вы сказали, он же участвует во вращении. Участвует. Представь, он самолет... Нет, нет. Давайте так. Он учитывает вращение земли. Ну, правильно. Значит, он вместе же с атмосферой вращается, правильно? Ну, атмосфера-то запаздывает с вращением. Вот вы простые вещи не знаете по погоде. Допустим, вот я уже всегда знаю точно. Если во Владеэтом, в Калининграде и в Питере плохая погода, то через два дня в Москве будет такая задержка на два дня. Это понятно. Ладно, даже пускай она отстает. А если, Юр, подожди, пять сек, перебью я вас обоих. Вот такой эксперимент. Кто знает, как отличить яйцо сырое от вареного? Разбиваешь корлупы. Раскрутить его. Да. Вот. Почему наша планета, как яйцо, она с жидкостью, она должна тормозить? Она крутится столько лет. Я же вам, я же вам, вот видите, вы только что сказали о жидкости. Поэтому я вам сказал, вот берете стакан воды, наливаете. И берете пропеллер над ним, ну, вентиляторный. И он у вас крутит воздух. Сначала почти не крутит, потом смотрите, начало вращаться. Больше, больше, больше тянет. А потом вы накрутите до дна. И она у вас пошла. Ну, какие вы... Нет, ну... Вот, а если мы теперь это отберем в стакан, и чтоб он вращался у нас по кругу. Нет. Вода будет на бок переклоняться, как гироскоп. Опять, не путайте стакан и гироскоп. Там одни... Так, скорость вращения у нашей планеты тоже немаленькая. И объемы немаленькие. Вот я с вами здесь должен не согласиться. Скорость вращения нашей планеты по сегодняшним меркам, по часам, 23 часа 56 минут и несколько секунд. То есть, мы за 24, то есть, наша планета Земля вот из такого положения, оборачивается и опять возвращается в это. 360 градусов. Но в скоростях это 1674 километров в час. Ну, не уверен. Ну, это так, официально верно. Вот смотрите, вы путаете скорость линейную и угловую. Ну, естественно, линейную. Мы не можем померить Землю в оборотах в минуту, потому что это невозможно. Потому что Земля вращается в сутки. Ну, вот смотрите. Нет, можно оборот в сутки, мы поговорим, но это скорость померить будем. Объясню вам. Вот я не так давно занялся календарем древности. Вот он. Мне прислали много календарей. А я стал смотреть по календарям, чтобы вам было понятно. Им, вот этим календарям там, ой-ой-ой, миллиарды лет. До нашей эры. Ведические. Я смотрю, везде стоят високосные года. Думаю, а как же так-то? В природе нету високосных годов. А у нас есть. Так это проблема в счете, а не в Земле. Как считать? Стал я делить. Вот послушайте. У нас 365 дней. Вот Саль начинает врать, что у нас Земля когда-то вращалась со скоростью 360 оборотов за год. Сделала вокруг этой планеты по солнечной орбите. И годовой цикл по солнцу был 360 дней. Не было он никогда. Потому что сколько вот мы с вами живем, не увеличивается, не уменьшается. Это эксперимент. Вот я прожил 72 года и никаких отклонений не нашел. Можно о чем угодно говорить. Можно что угодно предполагать. Тогда я говорю. Давайте проверим. А почему у нас 365 дней нельзя сделать без високосного года? Я взял дни, перевел в часы, добавил сумму этих часов и расписал по 360 градусов. У меня остаток? У меня не появляется этого, как его? Лишнего дня. Такого нет, лишнего времени. У них каждый год 6 часов прибавляется. Кем же надо быть, чтобы такую дурь-то записать? Стал проверять дальше. Откуда это все плывет? Потом мне осенило. Ну-ка дай-ка я проверю астрономический день и ночь. А у нас их назвали во множественном числе сутки. Это все подделки. Не сутки, а суток. Один. Стал проверять. А там оказывается, вот где хитро сидит. Там сидит 23 часа 56 минут. Но чтобы из нас делать дураков, подровняли по 24 часа сутки. Ну, тут никаких нет. И никаких проблем нету. Никаких высокосных годов. Все становится на свое место. Но это надо полазить, посчитать, перепроверить. Но не говорить, кто что-то сказал. Вот мне принесли десятки, сотни календарей. Я говорю, ребят, но они все однотипные. Их делал один человек. Или одна модель для всех, для дураков. Один дурак сделал, а все попугайничают. Ну, почему вы не хотите проверить сами? Вот, Вячеслав, это камень в твой огород. Проверяйте все сами. А разговоры там летчик сказал, пилот сказал. Да ему, может, на тебя наплевать, лишь бы отвязаться. Нет. Проверяйте человек делает проверку всю саму. Вот о том и речь. Хорошо. Я вот к чему говорю. Пока не ушли от этого самолета, который уже надоел. Да, если честно. Если атмосфера вращается вместе с землей, даже пускай с отставанием. Самолет летит по направлению вращения земли. Скорость вращения земли. Ну, все-таки, а по другую сторону. Но мы же с тобой говорили. В одну сторону он летит. Да, по направлению земли. Но скорость у него, да, там у самолета, пускай самому хорошему, 900 километров в час линейная, да, по прямой. Вращайтесь. Представим, что он летит над экватором. Скорость вращения земли линейная, 1674 километров в час. А как тогда самолет на этом же самом экваторе летит в обратную сторону? Еще раз. Направление зависит только от одного. С какой стороны вы подходите к так называемому меридиану Гринвича. С одной стороны вы идете навстречу, с другой стороны вы догоняете. Вот я же вам сказал, когда я лечу из Заполярья, вот я в Тикси был. Из Тикси я летел и прилетел в одно и то же время в Москву. Это часовые пояса, это понятно. Понятно. Я имею в виду, какая скорость у самолета тогда должна быть, чтобы компенсировать вот это вращение земли вместе с атмосферой. Против, когда он летит против нее. Ну, еще раз объясняю. Вы, вот вы понимаете, о чем идет разговор? У вас есть эксперимент. Вы, ну, я, например, много летал на самолете. И всегда эксперимент показывал, что все ошибки в счете, какие вы заложите туда задачи, ну, это тоже такой результат вы получите. Считать надо правильно. А вы не хотите подумать, где ошибка. Вот я нашел ошибку там, я нашел во всей физике ошибку. Первая ошибка. Правильно. Вот к чему я говорю, вы просто попробуйте, даже пример с самолетом. Возьмите, сами проверьте, посчитайте. По вращению и против. Вот это вы же говорите, проверять надо. Так вот, попробуйте, займитесь этим проблемой. Проверите вот это вот самое. Время, вот послушай меня. Время летное одно и то же. Ну, сколько тебе это говорить? Вопрос только. Отчет времени от лета и прилета по согласно. Здесь надо определиться тогда, вращение Земли с атмосферы идет или нет, потому что иначе не получится. Ну, определитесь, кто вам мешает. Ну, так я-то определился. Вы попробуйте, Юрий Степанович, понять это. Как я могу понять? Я вам еще раз говорю, я много летал на самолетах. Понятно, я тоже летал много, поэтому я знаю, о чем. Поэтому время полета и туда, и обратно одно и то же. А вот по часам, которые у нас на руках, у нас в голове, мы считаем по-другому. Вот и все, проблема-то в этом. Вы сами сделаете корректировку, что у вас не получается. Я сейчас не об этом. Ищите причину ошибки при счете. Понятно, я сейчас не об этом. Мы сейчас говорили о вращении Земли с атмосферы. Как преодолеть, компенсировать скорость, если самолет летит 900 км в час в обратную сторону против направления Земли вместе с атмосферой? Это как тогда перелететь в точно заданное время? С такой же... Объясняю. Вот вы ничего не хотите думать. Вот когда касается Земли лодка, она плывет по воде. Если она плывет по воде, то скорость реки и скорость этого двигателя, движка, который дает, суммируется. Когда лодка плывет против течения, то скорость вычитается. И поэтому и время растет, и все. Но это при контакте с Землей. Ну, сколько вам можно... То есть там конкретно оговаривается скорость течения реки. А у нас скорость... Подождите. А у нас скорость течения воздуха не оговаривается. А вы ставите проблему. Нет, нет. Тогда тогда нет. Тогда надо определиться, что атмосфера не вращается с Землей. Тогда все будет нормально. И самолет не участвует в вращении Земли, а больше никак не получается. А может быть, такой движок, который преодолевает это сопротивление. Тогда мы бы знали об этом движке, однако никак не вращается. Вот я вам об этом и говорю. Вы сначала разберитесь. Тормозит ли... Вот слушайте меня. Тормозит ли атмосфера против вращения и помогает ли она по вращению? Все. Это же очень просто. Всем давно известно, что для этого ракеты запускают с определенных точек, более точно и более мощно, по вращению Земли. Ну, это же известно всем. А еще я обратил внимание, тоже можно перебью по поводу ракет, что их запускают в таких местах, где туда ты никак не поедешь отдохнуть, чтобы посмотреть на старт ракеты. Ну, потому что тебе туда не экономически невыгодно ехать, а если туда и приедешь, не факт, что там что-то... Дело в том, что надо читать работы этих ученых, потому что когда есть ученые-теоретики, их можно не читать. А вот когда пишут люди, которые записывают процессы, вот я сейчас с очень многими людьми работаю в этом направлении, я ему говорю, вы мне не рассказывайте, как вы думаете, вы мне расскажите, что вы сделали и какие результаты получены, а потом мы обсудим, что вы понимаете под этим и что дает результат эксперимента. Вот и все. Многие эксперименты вообще не понимают. Они просто додумывают его. А додумывать эксперимент нельзя. Он должен конкретно... Вот я вам простейший пример приведу. Вот все, все абсолютно физические формулы, все математические формулы, в которых знак равенства стоит. И вот мы говорим, мы приравняем силу отрицательную к силе положительной. Можно их разить приравнять? Нельзя. f никогда не может быть равняться минус f, потому что там стоит знак минус. Вот f равно f? Спорить нельзя. 4 равно 4? Да. Это годится. Но если ты пишешь 2 умножить на 2 равно 2 плюс 2? Это неверно, потому что справа знак плюс, слева знак минус. То есть... И вот когда люди что-либо, особенно физики, они приравнивают, а я им говорю, дорогие вы мои, вот почему я решил проблему с электровеществом? Потому что я совершаю одно действие. Е-мое, очки-то. Одно. Вот она. Беру плоскость. И по ней совершаю одно действие. Я снимаю две характеристики. Я снимаю усилие, которое я преодолеваю, и снимаю электрический ток, который за это время я собрал. И вот поэтому я работу по перемещению и выходу заряда определяю и приравниваю. Потому что я одно действие сделал, а собрал две характеристики и их приравнял. И так тысячу из тысячи раз это повторяется. А когда тебе дают липу и приравнивают, как я вам говорю, вот где голова-то у вас болит. Вот вам пишут. Ах квадрат плюс бх равно нулю. Оно не может равняться нулю в принципе, потому что у них там есть плюс С. Независимый член. Ну, кем надо быть? И какие расчеты вы делаете? Вы что, беззаре? Вы посмотрите. Ах квадрат, если х равен нулю, то С всегда существует. И не может равняться нулю. Тогда они мне говорят, а мы предполагаем. Ну, до свидания. Знак равенства нельзя ставить. И нельзя считать. Дальше. Ну да, потому что оно равно не нулю, а равно целя, да, получает? Конечно, С. Ноль не может равняться. Это действительное число. Дальше. Второй вопрос. Вы вводите в этот эксперимент математический, вы вводите туда коэффициенты А и Б буквы. Скажите, пожалуйста, их зачем ввели? А мы, говорит, их не знаем. Я говорю, хорошо. А вы к ним относитесь как к числам? Нет. Ребята, вы кого ловите-то? А у вас число, когда вы найдете. А действия с ними другие совершаете. Потому что если у вас А число, Х число, то у вас получается А в степени Х, который еще в квадрате. И все кончилось. Вся дурь кончилась. И поэтому, когда вы не умеете считать, ну, не мои проблемы, начинайте считать правильно. И ошибок не будет. А в школе вас учат. Мало того, вас учат вместо суммировать, говорят, сложить. Ну, вот сложили раз, вот сложили два, вот сложили три. Чего мы получили? Что мы получили? Ничего не получили, потому что вы забыли посчитать. Понимаете, до какой степени отупели люди? Надо считать, а вы складываете, прибавляете, берете. Нет таких операций и в счете русов, и даже в этой поганой математике. Ну да, как Кунгуров говорит, как ты, говорит, идешь? Нет, говорит, направления прямо. Есть вперед. Конечно. Прямо это уже как? Вот когда идешь прямо, тогда ты идешь по самому короткому маршруту. Тебе, может быть, придется, как я сказал, всю землю обижать, а может пройти на противоположную сторону, по диаметру, прорыть туннель. Что ты считаешь прямым? Это твои права. Ты идешь правильно, и это правильно, только долго. И это правильно. Ты пришел в заданную точку. То есть, понимаете, не надо строить проблему, которой нет. Не надо их выдумывать. И поэтому я и говорю, знания русов самые простые. Они никогда ничего не выдумывают. Что есть, то есть. И считать нужно только то, что есть. А не говорить, а вот если мы кинем ретроспективный взгляд, и пошло-поехало, а возьмем 23-ю степень, дорогие мои, ну берите, число авогадра. Какой авогадр мог число придумать? С чего он его взял? С чего взяли постоянную планку? От фонаря и для дураков. С чего взят коэффициент трения? Его нет в природе. Понимаете? Есть электрические взаимодействия, но когда тебя перевели в плоское мышление, я подчеркиваю, трение рассматривается как плоскость. А дальше пишут. Знаете, этот кирпич стоит, потом плоткость поднимает, и он едет. Я им говорю, дорогие вам мои, вы что, людей-то, детей-то обманываете? Зачем? Вы рисуете схему кирпича. Эксперимент ваш главный, что вы меняете поверхность. Одна поверхность, вторая поверхность и третья поверхность. Они равны? Нет. Нет. Ой, какая прелесть. Когда вы их кладете и пишете, что F3 не равна для всех плоскостей, и пишете, что трение не зависит от поверхности. Очень хорошо. Давайте проверять. F3 не 1 равно К. Коэффициент трения материала один и тот же. Вы пишете, что он одинаков. Хотя поверхности разные, коэффициент трения уже другой. Но не в этом дело. И пишете КН. Прекрасно. Второе. F3 не 2 равно коэффициент трения на Н2. На Н тоже оно равно Н нагрузку. Это уже по весу. Тут никуда не денешься. Третье. F3 не 1 равно КН. Вопрос. А какое вы имеете право убирать поверхность-то? А ты рыбников придумал поверхность? Я говорю, я? Ну-ка давай у кирпича отберем поверхность и у треугольника. Чего вы считаете? А вот когда вы напишете F3 не 1 равно КНС1. F3 не 2 равно КНС2. F3 не 3 равно КНС3. По условию С1, С2, С3 не равны друг другу. Значит, не может быть равны и эти силы. Они обязательно должны быть разными. Но вы-то уворовали главный параметр основа которого и является изменение поверхности в эксперименте. А вы его изъяли. Ну и академики. Вот и все. То есть это бараны. Или воры. Вот же. А если вы теорию допускали плоской поверхности? Вот хотя бы не той земли. Вообще просто. Я не могу вообще понять плоскую землю. Я вам объясняю почему. Даже когда я беру... Вот есть такие плитки Йогансена. Кто-нибудь слышал? Нет. Я не слышал. Вот что применяют в этом... Когда я работал с этим слесарем по пресс-формам. Потому что пресс-формы там очень точный размер должны быть. и вымеряют все размеры плитками Йогансена. Они у них абсолютно параллельны. Ну там вылезано я не знаю до какой... До наноразмеров. И там есть одна особенность у этих плиток металлических закаленных. Когда вы их положили то вы их вот так ни за что не оторвете. Вы их должны только вот так сдвигать. Почему? Потому что вся поверхность настолько приближена друг к другу что электроатомы хватают друг за другу электрическими полями. И они так близко находятся что их разорвать нельзя. Их можно только срезать. Почему? Потому что на срез вы срезаете только линию. А когда вы делаете вот так то тут вся поверхность работает. И вся поверхность получается надо же воздух туда загнать. Конечно. И вот когда люди этого не знают и вот они поэтому все смазывают. Вот все эти механики у них главная работа это смазать маслом. Ну это примитивный метод он оправдан. Но много вещей которые смазка не определяет. Она ну сокращает на время потом все равно износ идет. Он нарастает. А когда я им сказал что это не просто износ это износ электрического вещества то есть электровещества. Они говорят ну ты дурак мы же академики конечно. Только вот я сделал простую вещь я подглядел у электрических проводов когда они не оголены они долго особенно медные стоят. А вот когда разорвешь эту изоляцию окисляются сократят греются ну да тогда я понял что и в механике то же самое нужно исключить контакт между этими поверхностями трущимися найти электрический и у меня ресурс от 10 до 50 раз увеличился не на одну десятую не на одну сотую а в 10 в 50 раз в зависимости от условий работы. И это физики и они ничего про физику явлений не знают они выдумывают дурь они пишут свои дурацкие теории они защищают на этим кандидатские докторские профессорские академиками становятся членкорами потому что я говорю вы себе представьте что у них сегодня 2 умножить на 3 равно 6 ну о чем вообще говорить ну да вот а вы пытаетесь мне рассказывать я говорю вот вы умный человек умный почему до меня никто этого не заметил 2 умножить на 3 равно 2 плюс 2 плюс 2 ну как тут суммирование тут умножение у вас в голове что-нибудь есть или вот здесь пишут ах квадрат плюс bx плюс c равно нулю ну как ну что преподаватели все идиоты что ли да они у хлеба готовы своих детей уродами делать я им объяснял это говорю ну вы же взрослые люди ну а по теории они мне говорят а все так делают ну это да это мы вот был какой-то выпуск передачи по поводу того что как бы не дают ученым спокойно разговаривать рассказывать то что есть на самом деле затыкая грубо говоря рот деньгами конечно конечно это вот это делает власть почему я всем уже в лекциях говорил вот а почему делает это власть я кстати ваши лекции не смотрел поэтому абсолютно знаком вот теперь слушайте открывайте мои лекции и там я много раз говорил что открытый ролик ходит в ютубе выступление Грефа этого директора нынешнего сбербанка пока еще государственного как бы потом его скоро опять уже прихватизируют сионисты Грефа и им подобное вот он говорит что если народ поумнеет а это в моем ролике еще есть я вам сейчас его даже а этот ролик я по-моему видел да говорю вот Греф сказал что если народ поумнеет с ним нельзя справиться поэтому его надо держать в состоянии оглупленности а мне этот Бояршинов говорит Юрий Степанович ну Греф это не первый человек так говорил Екатерина вторая я говорю ну вот видите а вы меня спрашивали кто такие заговорщики прямая линия Греф и Март Самуилов Скавронская два друга родственника они проводят политику евроуголовники оболванивают всю землю и дают всю физику ложную и дают всю математику ложную у нас с приходом Иуду Петра Первого поменяли счет русов на математику и занимался этим нанял его этот лже Петр Первый Магнитский есть такая математика Магнитского и по ней до сих пор на всех дурач понимаете глубоко влезать и все вещи проверять буквально все предмет есть давайте ему определение дали определение вы его можете корректировать вот я почему говорю если мы скажем что у меня стул имеет четыре опорные точки и у коровы тоже четыре опорные точки если на этом остановиться то все равно ну да мы должны учитывать все свойства определить почему мы одно отличаем от другого и вот я всем говорю вот смотрите у нас в этой в науке и в технике больше всего разделяют все вещества на проводники полупроводники и диэлектрики условно подчеркиваю потому что проводимость везде есть только какая и мы ее говорим вот до этого диапазона проводник до этого диапазона полупроводник а эти уже диэлектрики ну и чтобы совсем из нас дураков придумали уровни ферми может слышали такие что там уровень ферми для электроны запрещенные зоны ну что только не придумают а я им другой вопрос ставлю я им ставлю вопрос вот видите все знают что диэлектрик есть есть многие знают что есть проводник все тоже знают медь допустим или золото и что есть полупроводники это в зависимости от проводника есть типичные по структуре полупроводники это в четвертой в четвертом ряду это углерод кремний германия и ниже 4 8 4 16 4 32 4 64 и 4 128 они все стоят в одном ряду они структурно полупроводники так же как 7 8 7 16 7 32 7 64 7 128 это проводники у них одинаковая структура и они все стоят у них только разные объемы у одних такие а у других в два раза больше а у третьих еще в два раза больше но структура у них одна и та же и поэтому они проводники и поэтому они а диэлектрики все газы инертные оба у них нет линии проводимости у них одна точка и когда я делаю атом я говорю я любой материал могу по своей табличке сказать какие у него свойства а сегодня эти курва уголовники коммунисты они и евроуголовники да и коммунисты в том числе в дубне получили от американцев задания деньги для того чтобы они придумали 10 новых химических элементов и вот у них объяснение они получили сейчас уже 117 элемент и говорят мы берем калий 20 соединяем с 97 там каким-то компонентом у нас получается 117 классика все объяснение на новом элементе я говорю дорогие мои а вы скажите время его жидкости одна на такая-то секунда дальше а вы скажите какая у него электропроводимость ну что вы никаких свойств нету что же вы открыли то за сранцы вот и все и это нормально для академии и министерства образования мин на обрнаука это нормально когда тебе в туфту вкладывают в мозги вот и все и поэтому в мозги вкладывают еще да и поэтому очень многих они хотят но они не могут у них мозги залиты этой программой как компьютер вы же фотошоп и ворд не спутаете вот так и вам вам залили сюда фотошоп а все исчисляется в ворде приехали и вот вы пытаетесь вылезти оттуда не вылезете надо мозги вымать чтобы они видели природные явления сами не потому что кто-то что-то сказал а сами но вот природное явление конечно ведь по поводу по поводу вот земли да вот ну формы нашей земли грубо говоря но я сомневаюсь что она имеет именно вот такой вот маленький шарик вот такой маленький это ваше право вот я вам еще раз говорю сомневаться это здорово теперь начните проверять вот я подождите вот слушайте меня не по словам потому что к моему великому сожалению здравомыслящик только 3% с кем вы из них имели дело не знаю а вот если бы вы взялись вот теперь я потерплю как я это делаю я сразу даю определение поиску чего я ищу что я хочу найти какие параметры я измеряю и так далее и так далее и начинаю медленно скорпулезно к этому идти вот когда я вижу что мое предположение неоправданное я нахожу ошибки опять иду неправильно опять иду до тех пор вот так же самое и я еще до того как появился не ну насчет плоскости там земли я начал когда сомнения когда начали по новостям показывать космонавтов я еще в интернете не смотрел этого вообще не интересовался этим у меня его и не было тогда только мобильный интернет был еле ползал вопрос космонавтов мышь я лично могу проверить можете о под Джанибеку вы увидели нет не видел я зато говорю что вот именно полет что он там действительно находится вот я вам специально вот есть у них опыт Джанибеков посмотрите вон в ютубе есть теперь второе опыт как порошковые частицы как нам придумывают организуют вселенную обращаю внимание физики используют порошки дорогие мои что же вы тогда врете про полято электрическое поле вещество тоже только оно более плотное и когда вы в обычном электрическом поле вводите туда порошковые частицы и вот теперь очень важно вы врете вот почему когда мы испытываем это на земле у нас электрическое поле земли настолько сильное что оно нас искажает эти уголовники называют это гравитацией а когда а когда оно на высоте то скорость полета вокруг земли спутника компенсирует это потому что есть такое понятие инерция слышали да они компенсируют эти и тогда все вещи вот в этом электрическом поле плавают потому что они все потеряли свойства цепляться за землю они не держатся за землю вот я всем это объясняю у всех машины наверное уже есть вот когда ты сидишь в машине ты нормальный теперь обрати внимание ты начинаешь резко рвать тебя назад кидают а теперь попробуй очень медленно нарасти наращать скорость не чувствуешь не чувствуешь вопрос не в земле а вопрос в изменении опыта с какой скоростью ты его изменяешь и все вот вот аэстромагнитное поле вот теперь объясняю действует постоянно вот мы я понимаю я понимаю понимаю что и даже даже атмосфера может крутиться все вместе это все целиком но вот из того что мы видим да вот я смотрел этого шукач который говорит что наша земля карьер выработка да ну судя по земле да выработка и я так понимаю по этому шару движется вот эта вот наша сфера с атмосферой северный полюс смещается кстати я вот тоже когда-то давно слышал что типа северный полюс смещается вот я и думаю что вот этот центр северного полюса смещается потому что весь вот этот наш купол передвигается на новую территорию вот чтобы добывать новые ископаемые вот смотрите вы меня вы забудьте слово что я так думаю вы это покажите на эксперимент я не могу сейчас тогда тогда еще послушайте меня пока у вас нет доказательств будьте нормальным человеком и не выходите с этим если у вас есть что доказать ведь я почему вышел потому что я любому любому абсолютно морду вот так буду возить и академику по математике и академику по физике и академику по химии потому что я прошел все и знаю их не ошибки все ошибки я их не знаю я их все прошел и показал как правильно они теперь боятся ведь вы знаете какие щепетильные они все люди они бы давно меня засудили за оскорбление но дело в том что в суде-то я буду оперировать обычными фактами я научился на самых как говорят на пальцах доказывать их несостоятельность да ну это их не сильно волнует по-моему просто если бы хотели чтобы у вас не было слышно они бы так и сделали вы вот понимаете вот в нашей стране это когда вы говорите об академиках тогда вы немножко путаете я говорю об академиках когда вы говорите о власти это другой разговор поэтому я к власти отношусь как я всегда говорю лояльно я говорю вот видите и наш президент тоже считает как все дураки 2 умножить на 3 у него 2 плюс 2 плюс 2 а виноваты в этом те кто это придумал и кто навязал это называется нейролингвистическое программирование о об этом вы знаете это тоже хорошо я об этом тоже знаю ну если бы человек развивался вот я говорю вы смотрите вот где вы найдете хоть одно животное которое бы природе приносило вред ну все друг друга едят вообще-то опять нет друг друга не едят вот вы ну не друг друга да ну меньше определенные да вот теперь мы давай разберемся а почему они едят потому что это их не еда во а теперь вернемся к общественной стоп ребята чем отличаются животные от людей человек или человек должен ну человек во всяком случае человек как каккарол каккаккарол говорит он контролирует контролировать должен свои эмоции в отличие от животных нет видите вот как только животные научатся торговать все Все дело в торговле. Тора. Как только научатся животные торговать, они будут тоже лесом торговать. Тоже будут с землей торговать. Но их матушка-земля от этого отвела, от такой дури. А вот эти бандюки, которые во власти, они проводят это в жизнь. У них одна главная задача, как говорят, нам бы несколько шекелей заработать на любом деле. То есть это болезнь. Но опять же, зарабатывают они что? Они же зарабатывают псевдоденги, которые сами вырабатывали. Послушайте меня. Зарабатывают только рабы. А они делают из ничего. То есть, когда люди этого не понимают, а я им объясняю. Из ничего ничего сделать нельзя. Другой вопрос, что они вас настолько задурили, что вы работаете на них бесплатно. Ну да, вот, вот. И я вот же к этому же говорю, что вот этот вот наш карьер, грубо говоря. Ну я по своей версии, я же вашу не перебиваю версию. Да. Мы здесь живем, нас создали. Я не говорю, что нас создал Бог. У нас есть инженер, конкретные существа, которые нас разработали. Я рассматриваю, вот я уже рассказывал, нас с точки зрения как машины. То есть, усовершенствованная технология. Там нано, не нано, но вот биороботы. Мы вот ресурс отработали. Какая-то технология не бывает. Не, ну я так, современные технологии, те, которыми мы не обладаем. Допустим, вот нас создал инженер, разработал вот таких вот людей. Универсальный робот, самообеспечивающийся. Может делать разные вещи, разные у него инструкции. Аналогии, как вот проведем с процессором в компьютерах. Вот в старых компьютерах процессоры, там у него мало инструкций каких-то там, с помощью которых он быстрее считает. У новых больше. Животные вот вокруг нас. Это те же самые, как боты. У них свои инструкции в голове. То есть, они выполняют узконаправленную задачу свою делают. Вот давай так. Ты что-то путаешь. Почему? Значит, никакой инженер тебя не делал. Делал тебя твой папа и твоя мама. Ну, папу и маму кто-то же делал тоже. Тоже папа и мама. Ну, если мы так и дойдем до конца, до упора. Иди, найдешь, приходи ко мне. Будешь проверять, где этот конец. Ну, это вот да. Это такое, которое, типа, комментария и что, да? Ну, проверить нельзя и ничего нельзя сделать. Вы понимаете, нет предмета и не можешь проверить. Ну, что говорить-то? Так вот, мы об этом и говорим. Мы не можем проверить, что она и круглая. Из тех расчетов, как нам говорят, что высота на 4 километров и размер земли. Вот, смотрите, вы не можете проверить, но вы пытаетесь доказать, что она плоская. Я не пытаюсь доказать. Я вот, судя по своей логической цепочке. Вот вы измерите и посчитайте, какой размер толщины этой плоскости. Ну, посчитайте, если вы утверждаете, что это так. Теперь дальше. Как она может вращаться в плоскости? В плоскости она не вращается, а вот значок инь-янь – это символ нашей Земли. Да ладно. Солнце и Луна. Сверху. Вид сверху. Ну, куда тебя понесло-то? Вид сверху. На, смотри, где твой инь-янь. Видишь? Матрицу. Да. Вижу. Разрушенная модель атома водорода. Нейтрального. Вот как его изымают из него. Вот сначала. А потом делают вот такие. Мозги на одно место ставить. Ну, вот оно все работает. Матрица у нас работает. Опять. Если ты считаешь, что инь-янь – это матрица, ну, я тебя поздравляю. У меня нет. Нет, нет, не матрица. Я матрица – это другого цвета. Инь-янь – это вот вид сверху нашей Земли просто. Ну, я так думаю. Я не проверял. Ну, что ты думаешь? Вот смотри. Илья, о чем идет речь? Значит, ты, наверное, плохо изучал буддизм. Ну, да. В музей Восток у вас есть? Есть. Сходи туда. Тебе дадут два шарика. Внутри звенят они. И вот ходят эти лингвистические программирующие, эти два шара в руке катают. А почему они в одной руке катают, знаете? Нет. Им поставили задачу – объединить три в одном. И они крутят и не понимают, в чем дело. Когда ко мне они пришли, я говорю, да, ребята, это вы чего? Это же детская задачка. Ну, что ты? Это же, если человек это знает, это Бог. Я говорю, тогда считаете, что я Бог? Я раз вот так рукой и закрыл. И у меня сразу три шара. А у них мозги плоские. Они не могут сообразить, что нужно объем создать. И это называется для дураков. Сейчас еще буквально на 10 секунд. Опять научную фантастику. Так, надеюсь, демонстрация пошла. Ну, я уже показывал эти фантастические рисунки. Вот, значит, соты. Значит, не может, конечно, быть плоской. Это сейчас схематично, скажем так, показываю. Значит, сота. Значит, в этой соте. Ой, прошу прощения. В этой соте. Значит, есть самое обыкновенное, грубо говоря, яйцо с корлупа. Идем дальше. Вот, значит, поверхность. Значит, теперь мы показываем еще раз. Вот так вот. Вот, теперь мы делаем небольшую заливочку. Вот вода. Вот земля. Вот. И, скажем так, вот так вот. То есть, вот здесь зеленая поверхность. Вот здесь на желтке яйца живем мы. И таких сот у нас на нашей планете мириады. Если пересечь антарктический круг, уважаемый Юрий Степанович, вы попадете в новые земли. То есть, как это делали нацистская Германия, да. Я за полярным кругом был. И никаких чудес, которые... Вы же только что сами сказали, кругом. Правильно? Заполярный круг. Заполярный круг, это же... Арктика. Это моя параллель, да? Или нет? Ну, конечно, это световая параллель. Поэтому там, за полярным кругом на севере, там день бывает полтора месяца, солнце никуда не заходит. Я был в Мурманске, жил год целый. Ну, и там, и там надо же думать, ну, если не заходит солнце, то как оно может быть над плоскостью и не заходить? Вот над плоскостью она вот как раз вот по вот этому значку Индиане и вращается. Вот, кстати, хорошо, что вы вот эту вот штучку разобрали, вот так вот все дословно. Вы наблюдали за солнцем-то, за поляре? Да. Вот, смотрите. Какие вы эксперименты проводили? Единственный эксперимент, который мой мозг ставил в тупик, и я никак это не объяснял, просто закрывал на это глаза, как вы кричите, ой, это плоские мозги, там, или там подобная вещь. Вот такое вот у меня было состояние, когда я смотрел на Луну, плывут облака, она не темнеет, и плывут за ней. Вот смотри, Луна, Луна, это не касается никакого отношения к Земле. Ты уже скажи мне тогда про Марс. Давай расскажи. Не, про Марс там вообще. Ну, про Землю рассказывай. Ну, вот, я вам говорю, какой эффект. Я смотрю вечером, вышел вот ночью, да, ну, когда вот я был вот целый, да, полчаса. Я не там видел, я это этого, я несколько раз это видел. Меня это раньше вставило в ступор. Как это? Плывут облака, Луна их подсвечивает, то есть вокруг Луны засвет облаков идет. Но при этом не темнеет, и Луна тоже не темнеет. А когда вот обычно, вот сейчас вот выходил, вот недавно был, недавно был, кстати, вот пару дней назад на неделе, вокруг кольцо светилось, как говорят, отражение от купола фокусируется. И вот это вот, единственное, я же говорю, вот этот вот мой, который зацеп, это то, что плывут облака за Луной. А мне, я такой думаю, как наружу плывут. Не может такого быть, думаю, она же там... Ой-ой-ой, значит, телефон оставь, я тебе буду звонить, когда я вижу Луну и когда она закрыта облаками. Вот, да. Я вот этот момент тоже... Пошел хочешь? Ну, зачем? Я вечером домой возвращаюсь поздно, поэтому смотрю постоянно. Стараюсь с твоей стороны. Вот у меня это будет, а я буду со своей стороны. И все, и мы станем на свое место. А чтобы вам было понятно, я объясняю. Вот вы хотите, не хотите, вы рисуете соты. Там бы есть соты и пятигранные, там какие только соты не придумывали. Вопрос. Кто там выравнивает? Почему шар самая устойчивая фигура? Потому что все нагрузки в шаре по своим характеристикам распределены. Если плотность равномерно распределена, то все нагрузки в шаре тоже распределены. Поэтому самая устойчивая фигура. Даже не раздавишь руками, если когда равномерно его сжимаешь. Вот, кстати, космические корабли должны быть такой формы, чтобы их от давления не раздавило за океаном. Юрий Степанович, а почему пчелы строят именно сотовую структуру? Я только хотел об этом сказать. Я очень грубый человек в этом плане. Я говорю, вот если у вас сотовые мозги, тогда вы увидите соты. Так мозги действительно сотовые, вы посмотрите. Был один теоретик, доктор-профессор, и он мне тоже начал объяснять сотами. Я говорю, пожалуйста, вы будете утверждать, что это не так? Он говорит, нет, я подглядел это у пчел. Я говорю, вот смотрите, до какого уровня вы опустились, до пчелиного. А как они строят такие дома? Начинают с разных сторон идти и сходятся в одном точке, и все четенько. Я ответ знаю, и знаю, как пауки паутину плетут. Вот правильный коллега, сходи и сядь около этого пчельника, и сделайте камеру, и вам запишут. И потом вы можете медленно все это просмотреть. И голова болеть не будет. Как? В двух словах, все наше пространство сотовое, и воском пчелы уже облепливают готовую сотовую решетку. Структуру. Тогда почему другие насекомые соты не строят? Строят, все строят. Даже мы дома сотовые строили. Сейчас чукчи строят, ярангичи, как они там называются, сотовые. Ярангичи, не сотовая. Не, ну насчет сотовой земли, я тут... Кто был на севере, никакие это не соты. Это всего-навсего конусы. Ладно, хорошо, давайте не будем об этом. Тогда вот такой вопрос. Мы знаем, да... Ладно, хорошо, это недолго будет просто. Просто вот такой вопрос. Мы на Земле имеем четкая такая вещь, как вестибулярный аппарат. То есть вниз головой, вниз головой мы не сможем, ни сколько бы мы ни стояли, мы не сможем привыкнуть так жить. Ни вниз головой, ни вбок. Мы четко чувствуем, внутри нас встроенный гироскоп. Мы четко чувствуем, как мы должны находиться в пространстве. Вестибулярный аппарат называют правильно. Да, но... А теперь я к чему вопрос говорю. Есть такая вещь, как полеты в космос. И на МКС, на станции, они там летают и говорят, мы можем спать на потолке, мы можем спать на стене. То есть они не чувствуют этих изменений никаких. И они это позиционируют, как отсутствие гравитации. Но так как гравитация вы, Юрий Степанович, не признаете в том виде, в каком она есть, тогда как это возможно вообще они там находятся и не чувствуют, что у них гироскоп не подсказывает, что они находятся на боку или вверх головой, висят? Как они вообще существуют там на этой станции? Каким образом? Я вам уже об этом говорил. Вы знаете, как наш глаз воспринимает вообще все? Знаете? Нет. Глаз наш воспринимает все наоборот. В мозгах у нас не так, как вы стоите на ногах, а наоборот. Но дело все в том, что здравомыслие его переворачивает. И смотрит так, как надо, и вы его осознаете так. Потому что ход лучей оттуда фокусный, передает обратное изображение в мозге. Ну ладно. Вот они вчетвером лишь спят. У них каюта на всех стенах. То есть лево, право, верх. Я же вопрос понял. Я вам отвечаю. Ну что мы время теряем? Вот. Значит, они могут спать где хочешь. Достаточно им взяться за что-то, и они не двигаются. Столкнулся, он плывет до следующей стенки. Это эксперименты. Которые опровергнуть нельзя. Почему они это делают? Еще раз объясняю. Потому что они настолько слабо завязаны с полем земли, поскольку у них скорость, внутри которого они находятся, порядка 8 тысяч километров. Поэтому у них электрический контакт не рвется. Он еще не создался, а уже порвался. Я же вам только что на машине это объяснял. Чем отличается машина от того космического корабля? Тем, что она близко. Но если мы берем машину, то вот эти все с землей работают. И они работают всегда. Другой вопрос. Мы набрали скорость, и поле с нами движется это. Мы начинаем набирать скорость. Медленно оно, медленно переходит. А если мы рванули, нас опа, назад. А если мы по тормозам дали, опа, нас вперед поле выкидывает. Поле-то ушло. А вы не хотите эти вещи рассмотреть. Откройте учебник, прочите, что такое инерция. Там все написано. Способность тела сохранять прежнее состояние. И вот когда мы в машину садимся, у нас прежнее состояние сидеть в кресле. Рванули, нас опа, назад кидает. Тормознули, нас вперед кидает. Это изменение условий эксперимента. А взаимодействие электрическое, как было, так и осталось. Вы из него не выходите. А вот там наверху, это взаимодействие очень слабое. И вот тогда, как говорят, они хотят вниз лететь, хотят наверх лететь. То есть они не взаимодействуют в поле. Они взаимодействуют за его пределами. То есть они уже не контактируют с полем, потому что у них скорость очень большая. И вот когда тормозит корабль, он сразу снижается. Потому что поле его сразу начинает притягивать. А когда он набирает скорость, оно опять отправится. Поэтому корабли наши в космосе, искусственные спутники, они постоянно приближаются к Земле. Медленно, но приближаются. И поэтому эти транспортные корабли сначала подключают к станции. Он разгоняет им скорость, поднимает их, допустим, километров на пять. И тогда все остальное делается как положено. Почему? Потому что, допустим, через полгода они опять спустятся. Их опять поднимут. Они не могут находиться в одном и том же положении. А вот когда они летят к Земле, у них перегрузки какие? И вот когда их вытаскивают из этих, из самолетов, почему у них, вот теперь, чтобы вы понимали, почему их несут на руках, вы знаете? Ну, потому что у них, как по официальной версии, я могу сказать, потому что сила притяжения для них сильно большая, потому что они отвыклятые. Но они артисты, они имитируют, что в космосе были, и все хотят обмануть. У них кости не держат. А почему астронавтов кости держали? Они всегда выходили и махали ручкой сразу. Астронавты. О, ты их видел и приветствовал. Они все масоны, что их приветствовать? Ну, вот, поэтому, поэтому я еще раз говорю. Значит, они уже научились, вот теперь важный момент, они уже научились использовать свой организм. Вот почему у нас гири не работают там, а работают только на резинках, на прях. Потому что гири тоже ничего не весят. А взаимодействие между резинками осталось, между пружинами осталось. Надо просто понимать, именно вот эти моменты и показывают. И поэтому, когда человек прилетает на эту, летает в космосе долго, у него вымышается кальций из костей. И они у него гнуться начинают. А для того, чтобы он восстановился, ему нужно вернуться в исходное положение. А если бы они там не упражнялись, они бы вообще там загнулись. А почему и подводников не вымывается? Условия те же самые. Те, кто на подводной лодке, то же самое условия. Здрасте. Подводники в невесомости? Ты в какой стране живешь-то? Дураков, что ли? Да. Концлагерь Украина. Извините. Подводники, надо знать, у них наоборот повышенные нагрузки. Так, коллеги, у меня два коротких вопроса, чтобы понять, идти мне спать или дальше слушать этот бред. Нет, я уже ухожу, поэтому... Нет, у меня короткий вопрос. Вы со стороны видели Землю? Планету Земля? Ого. Я тоже сказал. Просто детский вопрос. Видели ли вы Землю со стороны? Ну, конечно. Когда я взлетаю на высоту... Своими глазами. Своими глазами со стороны. Еще раз. И вы можете это увидеть. Самолеты дальние рейсы, реактивные, летают на высоте порядка 20 километров. И оттуда вы смотрите на свою Землю. Другой вопрос. Угол, обзор у вас какой? Ну, смотрю я каждый раз. Вы видели, что она круглая? Конечно. В моем понимании объемном, она круглая. Не круглая, а объемно-шаровая. Понимание или вы видели? Еще раз объясняю. Да вы можете. Я воспринимаю своими глазами ее как объем. Ну, а почему ваши воспринимания должны другие понимать, что она действительно... Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп. Мы сели и общаемся. С какой целью? Чтобы разобраться. Я никому ничего не говорю. Вы принимаете мою точку зрения. Я всем говорю. Вас это устраивает, плоская Земля? Живите с ней. Никто не говорил, что она плоская. А мы говорим, что не так... Мы говорим, что нету видео из космоса и все. И никто не видел ее. А я так как был за антарктическим кругом, видел новые земли. Кто может опровергнуть меня? Пока меня не опровергли, прошу слушать именно как я озвучил. Вот, я вам объясняю. Я, когда был в Заполярье, в Тикси, это южное побережье моря Лаптевых, в Устье, это Елены, в том районе. Вот, там Быков мыс есть такой рядышком. Вот, я там был. И там я был в карауле. А в карауле, вы знаете, сутки стоишь. И вот эти все сутки я наблюдал. Ну, бывало, двое суток подряд ходил специально для того, чтобы это проследить. И вот там, вот теперь очень важно, круглое Солнце ходило вот так вот по кругу. Полтора месяца. Потом оно вдруг, орбиту видно, что как будто оно вот здесь пустое, как вы говорите. Потом оно вдруг это стало сжиматься. Сжимается, сжимается, опускается, опускается. И вот вдруг уже обычное Солнце, плотный шарик светящийся, начинает опускаться. И мы видим вот такой. И нигде не видим вот такой. Оно идет дальше, дальше, потом солнышко ушло, остается от свет. И он тоже имеет форму радуги. Ну, чего еще? Вам доказывать. Не хотите это видеть? Так вот, лишь показано на схеме то, что вы видели. Вот как выглядит сота в действительности. А рядом другая сота. Вот видите антарктический круг? Если за него зайти, абсолютно новые земли будут. Вот лишь они нарисованы. Видите? Абсолютно новые земли. Нет, нет, нет. Ты слышал, что летал Чкалов через северный полюс в Америку? О сказке. Я могу сказать что угодно. А где видео? Я такие байки могу рассказать. А я говорю вот, что есть на самом деле. Ну, тут просто вопрос элементарный. Не то, что вопрос, а все это как бы полностью рушит всю официальную версию. Если солнце, солнечный свет идет во все стороны от этого шара, потому что это шар, а не направленный свет, то мы не можем видеть в заходящем солнце, как свет уменьшается вокруг этого солнца и становится маленьким. Это невозможно, потому что свет идет дальше. Он распространяется во все стороны. И закат должен происходить прямолинейно. То есть четко свет, а потом, когда солнце заходит, и тьма. Не может быть такого, что свет уменьшается и становится возле солнца, а дальше его нету. Это невозможно при нормальной работе геолицентрической системы. Когда вы поймете, что солнце никогда не заходит, эта земля отворачивается от солнца. Я это объяснил тысячу раз. Абсолютно нету. Возле солнца свет не может концентрироваться, а вокруг темно. Вы за коцами наблюдали много раз. То есть как получается? Вокруг свет исчезает и остается только около солнца. Но это невозможно. Сами подумайте. Свет не кончается на солнце. Это не фонарик. Это свет, он прямолинейный. Он должен... Все небо быть в свете, а когда оно заходит, становится мгновенная тьма. Ну как свет уменьшаться, возле солнца оставаться может? Ну каким образом? Я тебя не понимаю. Вот тебе пузырек. Вот видишь? С этикеткой. Так. Видишь другая этикетка? Так. Вот так мы от солнца отворачиваемся. И перейти кетка... Послушайте меня. А в лучах солнца мы всегда находимся. Мы от них не уходим. Мы отворачиваемся. Вот вам посоветую. Вот вы были на полярном круге, видели, как солнце сходит. Выйдите вечером на закат и посмотрите, как возле солнца остается свет, а везде темно. Как это может происходить? Ну как? Ну каким образом? Объясняю. Тысячу раз уже это объяснял. Так и может. Только по-другому быть не может. Это эксперимент ежедневный. А вы не хотите этого понять. Ну как? Я прекрасно понимаю, что такой свет от солнца на все стороны расходятся. Это не фонарик. То, что сказал, может быть. Есть, а ты говоришь, не может быть. Вот на земле и с таком удалении солнца не может быть. На ночь глядя. Не надо этого. Эксперимент повторяется изо дня в день. А ты говоришь, что этого не может быть. Ну, извини. Вот так вот. Дело в том, что и вот именно что повторяется, это происходит. А если мы возьмем официальную версию, проверим это. Вот вы проверьте просто это. Юрий Степанович, вы занимаетесь многими вещами. Проверьте. Выйдите вечером на закате, на восходе. Посмотрите. Вокруг света нет, только возле солнца. Ну как это так возможно? Каким образом? Если свет расходится во все стороны. Все так. Проверьте, а потом говорите. Я? Я. Каждые два дня, каждый, ну через день, ходил на рыбалку. Но на Полярном. Нет. Здесь, за Полярном, я там долго не был, потому что там был лед. А я улетел уже оттуда, 16 июня еще лед лежал. И я там на рыбалку не ходил, к сожалению. Там кое-шко хорошее. Вот. А вот я в Москве, в Подмосковье, хожу на рыбалку регулярно, отдыхать. Будет рыб, не будет рыб, мне все равно. Мне надо поглядеть на природу. И вот там я наблюдаю все за солнцем. И у меня никогда не возникло сомнения, что мы всегда находимся, вот я рисую этот решенок, вот наша Земля, а вокруг солнечный свет кругом. Но мы отворачиваемся от источника света. Правильно. И поэтому должна быть четкая линия света и тьмы, разграничение. Но никак не возле Солнца свет остается, и все, такого не может быть, Юрий Степанович. Сейчас я тебе покажу, а ты поймешь. Есть такое понятие равноденствие. Что это значит? Знаешь, когда день равен ночи. Вот он. И он переходит плавно. Никто не видит, что ночь стала в 10 раз сразу меньше, а день в 10 раз больше. Каждый день на определенную величину прибавляется световая часть и убавляется темная часть. Ну, что вы вообще таких простых вещей не знаете? И начинаете теорию развивать? Не, ну, это все знают. Ну, так, ну, скажите, мне не... Но эта теория также объясняется и с плоской землей. Прекрасно вписывается. Я вам задаю вопрос, чтобы вы поняли. Если у вас какая-то лампа и с одной стороны светит, скажите, а с другой стороны лампа есть? Лампа есть, но она не светит. А кто же ее выключил-то? Не, она в ту сторону не светит. Еще раз, вы хотите сказать, что там света нет с этой стороны, а с этой есть. Не, ну, как объясняют, вот лампа, да, светит лампа на дороге, фонари светят, осветительные. Второе, какой механизм регулирования? Кто-нибудь видел? Вот я же вам говорю про технологии, которых мы не знаем. вот когда, вот я всем говорю, это очень хороший рассказик. Я был, будучи молодым, у нас в Москве был на Кировской, метро Кировская, был так называемое общество знания, целый институт. И там каждое воскресенье, каждую там пятницу проходили семинары. И вот я ходил на семинары, меня интересовало это молния. И вот там один и тот же баламут начинал рассказывать, 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 а потом говорит, а вот здесь парадокс. А вот это мы не знаем. Я раз пришел, два пришел, три пришел, десять терплю. Потом не вытерпел, я ему говорю, скажите, пожалуйста, а вы знаете этот анекдот? Он говорит, нет. Я говорю, вот один еврей пришел к своему раввину. И говорит им, у меня есть там сто долларов, как мне их лучше реализовать, чтобы я был богатым? Очень просто. Купи цыплят, выкормишь, будут куры, продашь. И сразу богатый. Он купил цыплят, потом прибегает к крови, но они дохнуть начали. Он говорит, как дохнуть? Ну, дохнут и все. Он говорит, ну, ты линию проведи, где они дохнут, и не пускай туда этих здоровых. Он прибегает опять. Они, говорит, дохнут. Он говорит, ну, ты их вытащи за линию. Он вытащил. Говорит, дохнут, чуть-чуть осталось. Он говорит, ну, вот эти выживут. Через три дня он приходит, говорит, все сдохли. А он говорит, какая жалость. А у меня было столько вариантов. Не думайте о глупостях. Вариант всегда сначала надо доказать. А когда у вас нет доказательств, а есть предположение, но это не предмет. Точно так же сказал и физик. Я ему говорю, вот вы уже, я у вас десятый раз, говорили, одиннадцатый. И вы все время нас приводите к тому, что вы не знаете, что такое шаровая молния. Я говорю, скажите, пожалуйста, зачем вы здесь стоите? У вас семьдесят лет. Вы не познаете, какой же вы лектор. Вы дурак. Каждый раз доказываете, что вы дурак. Вот я хожу, и вы каждый раз доказываете, что вы дурак. А я вам предлагаю рассмотреть вопрос, что шаровая молния это электрет чистой воды, диэлектрика, который возникает во время разряда между землей и облаком заряженным. Он говорит, этого нельзя. Я говорю, давай рассмотрим-то. Он говорит, нет, 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 я это рассматривать не буду. Я ему говорю, тогда иди, мужик, и дурач других. Я к тебе больше не приду, потому что ты сам не знаешь, а мозги мне пудришь. А я знаю. И ты этого не хочешь даже проверить. Давай запишем. А у меня уже формулы были выведены, доказательства. А потом, говорю, я вам покажу, как это делается, как получить шаровую молнию. Это нам не надо. Кому-нибудь нужна таблица умножения? Нет. Всем нужна таблица сложения. И они ее показывают и пишут, что сложение это умножение. И все так. И вы из этой дури не вылезаете. И не хотите думать, я же вам сказал. Вся проблема не в том, что вы не знаете, а проблема в том, что вы не хотите верить. Вот я всем показывал этот учебник. Это все знают академики, профессора. Вот вам показываю компоненты умножения. И показываю. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 это 2 умножить на 4. Это все сегодня так считают. И поэтому у них мозги куриные. По-моему, даже меньше. Пишут 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 и записывают это 2 умножить на 4. Ну, что вы, понимаете, поэтому спорить-то беспредметно. Вы не хотите начать думать. А потом у вас эта дурь выйдет, и вы сразу осознаете, что не надо опираться на плоскости и в природе нету. Не надо опираться на плоскости. Я же просто вот хочу еще раз дать совет. Когда вы выйдете вечером и посмотрите на солнце, увидите вокруг него свет, а везде нет, просто задумайтесь, куда делся свет вокруг солнца. И все, и все станет на свои места. Задумайтесь. Ночью солнца на небе нету. Ночью мы находимся в тени, а это освещает только луну. Да не в этом деле, вы не понимаете. Подожди, подожди. Когда мы стоим на одной линии луна-солнца, то появляется затмение. Вот тогда только мы не видим света и от солнца, и от луны. Вы представьте диаметр солнца и диаметр земли, и свет от этого солнца. То есть земля это ничтожный камушек в этом свете. В этом свете ничтожный камушек. Как может пропадать свет и оставаться только вокруг солнца? Как? Вообще каким образом? Если вы хотите подумать, то я вам предлагаю следующее. Возьмите зеркало и возьмите линзу и попробуйте решить, чем они отличаются друг от друга. И все проблемы снимутся. Линза фокусирует в точку и поэтому сжет. А зеркало транслирует источник этого света. А вот если вы возьмете просто свет, посмотрите, он прозрачный, и поэтому зеркало транслирует только источник. Но если вы этого не понимаете, ну вообще чего вы лезете тогда разбираться в свете? Я это как раз таки понимаю, просто не то, что мы видим, то, что мы видим, то, Еще раз, это очевидно, что ночью солнца нет. Да не ночь, не ночь, причем без ночи солнца нет, вы не понимаете. На закате, когда мы видим солнце, вот оно, перед нами солнце, оно еще не зашло никуда, вот оно солнце. Вокруг уже темно, а солнце воно висит, но вокруг темно. Да, здравствуйте. А свет только возле него, так вы выйдете вечером на закате, посмотрите. Еще раз объясню. Нету света нигде, только возле него, все. Вот теперь послушай, ты слышал о этих днях? Слышал? Дни, когда серые, белые ночи. Пань, при чем без белого ночи? Это на любом закате день происходит. В Московской области, в Москве, солнце заходит, но светло у нас до часа, и я ловлю рыбу по луне. Луна освещает, мне вполне достаточно ловить рыбу, а уже в третьем часу вот, допустим, в двадцатых числах июня. Уже через час, в два с половиной уже опять светло. Ну, что ты мне рассказываешь сказки, когда я в месяце пятнадцать дней на рыбалке сижу? А ты мне хочешь, чтобы я ходил, что-то проверял. Я сижу каждые пятнадцать дней. Через день хожу на рыбалку. Или на утреннюю, или на вечернюю. А ты мне начинаешь рассказывать свои вымыслы. Давай, всего доброго. В общем, он так и не понял, что я хотел сказать ему. Хе-хе-хе. Ну, в любом случае, Юрий Стиманович, огромное спасибо, что пришли. Мы понимаем, что вы многого пока не знаете, но думаю, то, что мы с Юрой озвучили, во сне, так сказать, придет. Так, тех вопросов. у меня, допустим, в конференцию, я был в институте Б, и Отто попросился добавиться. Ну, Отто, дело в том, что ты находился в этой конференции, тебе не надо было перетаскивать, нажал бы кнопку и оказался бы у нас. Это на всякий случай, если будут обиды. Есть люди, кричат, добавьте меня в конференцию. Я смотрю, человек находится в конференции, кто-то скажет, ну, не все умеют пользоваться скайпом. Так. Ну, да. Так. Юра, у тебя больше, наверное, уже сил нету, да, у тебя, наверное, там, около утра. Да, у меня уже 5 часов. Я просто хотел тебе предложить перейти в основную Котлеру ФМ. Здесь просто мне неудобно работать в этой конференции, потому что Саша ее создавал, я даже в крайний негативный момент не могу никого исключить. Максимум только временно кикнуть. Ну, вроде никто и не ругает. Да нет, там немножко парень один. Юр, резюмируй. Не, ну, тут тут просто он как бы элементарно. Мысли так, как его научили, так, как написано в советских энциклопедиях, в учебниках, банально, просто же мы по этому говорим. Ну, просто, и свет распространяется повсюду, если это шар. Ну, ты выйди вечером, посмотри на закат. Свет только вокруг солнца, везде темно. Ну, куда тогда свет девается? Куда он исчезает, если свет продолжает идти во все стороны от этого шара? Ну, тем не менее, вот, Юр, я как вот вопрос ему сказал, за то, что я лично сам видел, что облака плывут за луной, меня это в ступор вводило, теперь я понимаю, почему не за луной плывут. И он ничего не ответил на это. Вот эффект, он бывает. У него интересная такая позиция, он отвечает на вопрос, не отвечая на вопрос. Вот я ему задал несколько вопросов, он ни на один не ответил, я ему задал про вестибулярный аппарат, он мне начал совершенно про другое рассказывать. Так и не ответил, почему тогда люди перестают чувствовать, как они находятся там вообще. Вниз головой, вниз, в бок головой. Я ему назадал этот вопрос, он мне вообще на него не ответил никоим образом. Ну потому, что он не космонавт, наверное. А еще потому, что он учился в МГУ, а МГУ это ой-ой-ой, как корону, знаешь, какую засвечивать на башке, там не собьешь ничем. У меня знакомый есть с МГУ, там бесполезно с ним спорить, пока вот мы кран с ним ремонтировали, в ванной кран сломался, я говорю это потому, что сверху зажата сильно гайка, гайка это придавливает кран, сам вот этот тот барашек, который крутит штиф, он придав, короче, сверху закручена гайка и она давит на сам кран, на основание. И получается, когда ты его затягиваешь, он упирается в основание и он не может задавить воду до конца, чтобы она перестала течь. вот эти вот вещь, понимаешь, я ему объясняю, что это надо гаечку вот эту послабить, все закрутится. Нет, он там лазил, чуть что-то не сломал, я говорю, дай, текай, взял плоскогубцы, подпустил гайку, эту, закрутил кран, принял, все. МГУ. Тоже, вон там, мы с ним спорим, у них там, эти были споры такие, что там люди летели так, что просто он уходил в другую комнату и все, и не говорил со мной там сколько, там час-два. Ну, короче, мы уже эту тему не поднимали. Вот такой вот знакомый с МГУ. А вот такие вот вещи, которые, понимаешь, я ему объясняю, что вот он, элементарно, летят облака за Луной. Я это вижу. Раньше, да, я не мог понять, почему. Сейчас вполне объясню. Сейчас покажу кое-что, что я хотел ему объяснить. Я не могу понять, что тут непонятного, да, как бы видно с экрана. Ну. Вот смотри, то есть вот солнце, да, идет, как бы, это закат. Солнце на горизонте, мы продолжаем видеть солнце. Вот оно, солнце. Но свет исчезает вокруг него, куда он девается. Но куда он девается, свет? Почему он фокусируется возле солнца? Во-вторых, если мы посмотрим сейчас на закат, это простая любительская съемка, солнце в размерах уменьшается и уходит в перспективу. Это же, ну, это абсолютно точно. И еще вот, Юр, слышишь по поводу воды, я не знаю, кто это объяснял, не помню, вернее, видишь, вот эта вот лунная дорожка, вот эта вот, если бы было закругление, этой бы дорожки не было, особенно, когда солнце сейчас коснется горизонта, то есть она уже по факту находится нам вода, вот это, да, вот, вот, все. Да. На вот этой вот воде уже не должно быть отражения вот этой дорожки, она есть. То есть это вообще четкое такое прям вот наглядное пособие, что свет фокусируется возле солнца, что он исчезает вокруг, везде темно становится. Не понимает этого. Дорожка, вот видишь, красненькая идет от солнца к берегу прям. Вот, на круглой земле оно получалось бы пятно где-то там, где-то там в море. А тут дорожка. А он не понимает и не хочет понимать. Да он, у него за другое болит, я так понял. Ему плевать, хоть она круглая, хоть плоская. Так вот, я же просто хочу не то, что доказать, я хочу, чтобы он начал проверять это. Он же говорит, проверяйте это. Так возьми, я хотел сказать, Юрий Степанович, возьми, проверь, почему свет пропадает вокруг солнца, но куда он девается, если это не направлено во все стороны объект, почему он вдруг исчезает. Он не хочет меня слушать. Он не понял, о чем мы говорим. А если бы он проверил, он бы понял, что здесь что-то не так. А может и знает, но не говорит, понимаешь, тут же статус в обществе не позволяет, если он сейчас с нами согласится, его же там тоже зафукают, затюкают. Ну, тут понятно дело. Много всяких факторов. Вот, ладно, у меня уже ночью, вернее, уже утро скоро, пятый час. Так ты уже не ложись. Нет. Да, Юр, спасибо, что пришел. Надеюсь, и в дальнейшем будут подобные моменты. Да, ну ладно, всем счастливо, всем пока. Счастливо, пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok